Доброе время сутка уже в зависимости. Добро пожаловать на канал Садовые Посиделки. Канал посещен всему, что связано с озеленением садов и домов. Меня зовут Александр Куранов. Итак, избавимся от чая, засучим рукава повыше и приступим. Сегодня в гостях в Садовок Посиделки героиня покоившихся на множестве цветоводов. Явно, что название этому растению дал любитель саги «Игра поистол». Итак, встречайте. К холису наших домов и помещений сама мать драконов – драцена. Драцена переводится как «самка драконов». Это растение насчитывает очень много видов, но в комнатных помещениях и в домах обычно выращивается всего два вида этого растения. Первый драцена, о котором я хочу сегодня вам рассказать, это драцена маргарита или драцена акамилёная. Камилёная она получила название из-за того, что зелёный лист имеет вот такую как бы красную кайму. В принципе, это самая неприхотливая из драцена, потому что она спокойно переносит недостаток солнечного света, недостаток света вообще. И также спокойно реагирует на собственные помещения. В природе это растение достигает высоты примерно 3-5 метров. В домашних условиях, конечно же, такая высота нам ни к чему, и спокойно мы можем выращивать до 2-2,5 метров. Если со временем, когда драцена становится очень высокой, ствол драцены, он оголяет. Вот этот нижний лист, если в моём случае они пышные, то через некоторое время, через лет 5, они полностью, нижние листья падут, и ствол оголится. В таком случае, если всё-таки это случилось, они расстраиваются, это нормальное явление для драцена. Второй вид драцены, о котором хочу вам сегодня рассказать, это драцена душистая. Вот она. Драцена душистая получила своё название из того, что во время цветения её цветки издают очень душистый и насыщенный аромат. Конечно же, в домашних условиях драцены цветут очень-очень редко, пока не имею, я не встречал ни у кого, только в интернете видел цветущую драцену. Вот драцена душистая имеет длинные широкие листья, в отличие от драцены маргариты, имеющие узкие листья. Это растение у меня после обрезки, прошёл где-то месяца 2-3, до того, как я её обрезала, драцена моя всё-таки была более пышной. Вот, это не самые длинные листья, конечно, это верхушка драцена, но всё-таки вы можете понять, что со временем драцена душистая становится очень пышным растением. В моём случае она стала слишком пушистым растением и очень высоким, я решил его обрезать, чтобы сформировать более густую крону. Сейчас я вам скажу, как размножить и обрезать драцена. Вот это растение уже было обрезано где-то месяцев 5 назад, верхушка уже начала очень активно развиваться. После того, как вы посчитаете, что ваша драцена очень высокая, либо её стволы очень тонкие и они начинают падать, если в таком случае подвязка вам не помогает, то можно, конечно же, драцену обрезать. Берёте лосер-нож и обрезаете драцену на нужную вам высоту. Вот, допустим, вам эта высота понравилась. Вы берёте нож и спокойно по прямой обрезаете. Нижние листья с этого драцена, начиная с верхушки и вниз, вы полностью удаляете. Вместо среза вы заливаете либо воском от свечи, либо садовым вагом замазывать. Это нужно для того, чтобы растение не начало сверху сохнуть, либо оно может загнить. В этом случае тоже не очень хорошо. Если такое произошло, вы заново срезаете чуть ниже. Обрезаете ствол драцены и ждёте, опять-таки, когда же драцены выпустят замещающие почки. В моём случае драцена выпустила три замещающих почки, но развились только две на каждом стволе. Вот это видно очень хорошо вот на этом стволе. То есть замещая почку, вот она в зачатывшем состоянии, она не развивается. Конечно же, в моём случае замещающие почки пошли как-то вовнутрь. Это, мне кажется, не очень хорошо, потому что со временем растения, кстати, очень пышные и друг другу будут мешать ветке. После того, как вы обрезали драцену, всё сделали как нужно, ствол, который лихушечный, вы не выкидываете, конечно же, очень жалко, а ставите его в воду. Поэтому нижние листья драцены вы тоже обрываете. Вот видите, оголившись немножко стволик. Это нужно для того, чтобы растение выпустило корешки. Поэтому вы берёте нижние листья и отламываете их. Не бойтесь, это очень нужное дело. И ставите, конечно же, его в воду. Через месяца полтора на растении появляются корешки. Через два месяца это растение можно вполне сажать, когда корневая система уже разорвётся. Вот у меня пример уже посаженного ствола. То есть с этого растения я обрезал ствол, поставил его в воду, ствол дал корни, я его посадил и через некоторое время верхушку снова обрезал, чтобы растение начало спуститься у меня. Как в этом случае. Вот именно вот эта верхушка и есть верхушка вот этого ствола. Вот он был в такой неусокой форме. И снова поставил в воду. Жалко выкидывать. Вот, посмотрите. Прошёл где-то месяц, и ствол драцены выпустил в этом случае аж пять замещающих побегов. Но разорвёт в лучшем случае два-три побегов, потому что растение не сильно, не выдержит такого количества замещающих побегов. У меня горшок большой для драцены, потому что корневая система была очень развита у этого ствола. И поэтому я посадил его сразу же в большой горшок. Но когда вы сажаете драцену, и сейчас чуть позже покажу, как её сажать, конечно же горшок не нужен такой большой. Для того, чтобы посадить украинившийся у вас драцены, вам понадобится горшок. Горшок можно вот такого размера, можно чуть побольше. Большой горшок нам не нужен пока. Потом обязательно дейнаж. В качестве дейнажа можно использовать керамзик, либо другие камушки. И, конечно же, земля. Землю можно купить любую, либо для драцены, для пальм. Можно общую землю, это не так важно. Для того, чтобы всё-таки правильно землю сделать, нужно добавить песок. Вот песок. И по желанию, конечно же, можно добавить и перлит. Итак, вначале приготовим землю. Итак, берём ёмкость. Насыпаем туда земли. Земля не должна быть сухой. Добавляем песка. Песка не нужно очень много. Всё хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Перемешивать лучше, конечно, удобней лопаткой, чтобы не пачкать лишний раз руки. Потом добавляем перлит. Перлита нужно не так много. Самое главное, чтобы почва была воздушной. Драцены не любят застоя воды. Всё хорошо перемешиваем. Если почва сухая, то из полилизатора смачиваем почву до тех пор, пока она не окажется немножечко плажноватой. После того, как мы убедимся, что почва достаточно влажная, мы берём горшок, на дно насыпаем дренаж, потом добавляем землю. Землей горшок полностью не нужно до краев добивать, оставить немножко нужное место для полива. Чуть-чуть утрамбовываем землю. Потом делаем отверстие, в моём случае деревянной лопаткой. И в это отверстие опускаем ствол драцены, в моём случае у него пока нет корней, утрамбовываем. И после этого обильно поливаем растения. Чтобы земля полностью провелась до того, как из-за иностранного отверстия появится вода. И в завершение я хочу сказать, чтобы вы не боялись и выращивали драцены. Драцены очень красивые растения, не боящиеся нехватки света, сухости воздуха в ваших помещениях. Единственное, что боится драцены, если вы её зальёте. На этом всё. Подписываемся, ставим лайки и ждём следующих выпусков. Всем пока!